Мы пока что продолжаем тему благословения, мы продолжаем немножко введение. Начну с... не совсем с благословения, хотя это непосредственно связано с первого слова, которое говорила моя вторая дочка. Причем на протяжении пары месяцев у нее это было единственное слово, которое она использовала во всех значениях, какие только можно придумать. Слово было очень легкое. Человек помнит с прошлого года или с позапрошлого. То да. Спасибо. Она что-то хотела, то да. Что-то получила, то да. Дай, то да. Получила, то да. Иди сюда, то да. Иди отсюда, то да. И так далее. То есть все, что хочешь, она использовала одно слово. И когда она пришла в Паутон, ну это такие домашние ясли, то мне потом Раббанит, которая вела эту группу, говорит, вау, ну часто бывает, что дети приходят и учат какому-то слову. Но обычно слово не самое хорошее, которое вдруг весь садик начинает повторять за кем-то. А тут, говорит, снова-таки не забывайте, мы говорим про детей, которые плюс-минус, чуть-чуть меньше года, то есть около года, говорит, буквально за 2-3 недели все дети, которые находятся в Паутоне, и те, которые разговаривают, и те, которые не разговаривали, до сих пор не говорили ни одного слова, все начали говорить, то да. На самом деле, это одно и один из очень-очень важных постулатов, который лежит в основе благословений. можно сказать, аккуратно туда быть знакомым с благодарностью, есть такое понятие, то есть научиться благодарить за то, что тебе дали. Мы уже с вами упоминали про Авраама, который сидел в шатре, и к нему приходили. Что он с них требовал? Беркат Амазон. М? Беркат Амазон. Ну, скажи по-другому, он требовал сказать спасибо не только ему, а Всевышнему. Беркат Амазон, это спасибо вам сказать Всевышнему. Беркат Амазон, который тогда говорили, это не Беркат Амазон, который сегодня. Мы говорим, эти три благословения сложились позже. В той форме, в которой мы сегодня их благословляем, они сложились намного позже. То есть, по большому счету, что нужно было сказать? Спасибо за еду. Спасибо Всевышнему за то, что я покушал, за то, что я насытился. Или выражаясь словами Торы, Вахальта, Весавата. И? Как это на еврейке звучит? Он хочет сбежать, понимаешь? Нет, чтобы сказать Берахта и благословить. А он хочет Берахта, сбежал. У кого как. А что Берахта значит сбежать? Берахта это сбежать. Или в Ролах это сбегать. А Берахта? Берахта это благословить. Согласен. Разница очень мизерная, а по смыслу огромная. И то, что мы сейчас хотим, то, что Авраам хотел, он не хотел, чтобы сказали наизусть Берахта, Амазон, или под его диктовку. Необходима была благодарность. Когда мы говорим про благословение, особенно если мы говорим про благословение на удовольствие, то мы говорим про благодарность. В молитве тоже часть благословений. Это благодарность. Мы хотим научить себя благодарить Всевышнего. Научиться просто-напросто сказать от всего сердца спасибо. Да, вы можете сказать, но сегодня это же должно быть в определенной форме и так далее. Согласен. В благословении сейчас у нас уже сложились определенные формулировки, поэтому мы используем их. Эти формулировки отточены. Очень много тонкостей, которые, может быть, мы не вдумываясь не замечаем. И поэтому они настолько важны. Но по большому счету, самое важное это сказать спасибо. И очень часто бывает ситуация, что человек, я говорю про человека, который уже начал соблюдать, он берет воду и он сразу благословляет. Шаколь, не обидворолся, благословил. А по поводу последнего благословения у некоторых, у некоторых, знаем таких, да? Уже нет. Я понял. Я не про тебя говорил, ты что, про себя подумал? Конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я думал ты про меня. Я тоже этот этап проходил, все нормально. Нет, я без шуток говорю. Иногда говоришь, то, ну, я может еще потом попью, а потом, может... И забываешь. Не потому, что не хочешь благословлять. Некоторые вообще не знают про это, это уже другой вопрос. Некоторые знают и чуть-чуть пренебрегают. Я говорю про первые этапы, когда человек только приближается. Я не говорю сейчас про человека, который полноценно соблюдает. Но даже, который полноценно соблюдает, с первым благословением легче помнить. С последним благословением. Мы сегодня обычно настолько любим все растягивать, что очень часто это выпадает из обоймы. Садись два. Кто-нибудь... Ты ему ответить или спросить хочешь? Ну да, я вначале услышал ответ полноценный от Влайку. Допустим, кипяток, потому что, когда ты пьешь по чуть-чуть по глотку, ты не делаешь ревиит. Браха хрона после ревиита... Поэтому после чая, после кофе, как правило, нет у тебя никакого буренфашотта. Но если чай остыл, я его завтра выпил? Если чай остыл или полстакана выпил залпом, то без этого, понятно. Если ты всю чашку выпиваешь... Да хоть четыре чашки. По времени, это берет столько времени, что у тебя нету шиура, браха хрона. Это один ревиит? Один ревиит за раз. Ты должен залпом выпить один ревиит. Пусть в несколько глотков, но не останавливайся. Ты этого не делаешь с кипятком. Восемьдесят шесть. Восемьдесят шесть. Некоторые говорят, что если ты точно выпил большую часть ревиита за раз. Больше пятидесяти грамм. И в итоге выпил ревиит больше пятидесяти грамм за раз. Есть мнение, которое говорит, что это уже можно засчитать. Но понятно, что если ты каждый раз пьешь по десять-пятнадцать грамм, никакой брахи охраны у тебя нет. Удивил? Расстроил? Нет, я так понимаю, что расстроил, из-за того, что ты начал считать, сколько брахов за последние дни ты сказал пустую. Значит, если ты очень хочешь за последние годы, ты понимаешь, что ты сказал, сколько посчитать не можешь. Если ты хочешь сказать брахово охрану, все делается очень легко. Взять просто запить полстаканчика воды и спокойно, без брахи, и спокойно после этого говоришь брахово охрану. Это очень спокойное решение, если ты хочешь получить брахово охрану. Но чай и кофе, они, кстати, водка для тех, кто пьет умеренно. А нельзя же в махоне пить? Я сейчас говорю, не в махоне, а когда человек где-нибудь, как-нибудь, он выпил, стопочку водки, у него нет брахи охраны. Стопка, это не браха. Полтинник. Профессионал говорит 45-46. Кто пьет 50? Каждый пьет 10 раз по 50. Вопрос, если ты сейчас накатываешь в течение трех часов, ты 10 раз выпил по 46 грамм, ты выпил 460 грамм. Одиннадцать раз у тебя бутылка. Но! Это как в анекдоте, накапайте пол-литра. Знаешь, что анекдот? Как не знаю. Поэтому в данном случае это накапайте пол-литра, потому что в итоге нету каждый раз. Для того, чтобы у тебя была браха охрана, ты должен пить не стопкой, а поставить стакан. Есть люди, которые так делают? Есть люди, которые берут и просто присасываются к этой бутылке и потом ой, закончилось. И не важно, она пол-литровая или литровая. Есть такие люди. Понятно, что у них браха охрана. Вопрос, какая? Потому что я вам говорил шутку по поводу того, что нужно благословлять после курения, да? Или перед курением. Какая? Я не удивлю, если после человека, который берет там и литровую бутылку. Нет, есть такие герои, которых это даже не сдвинет, но понятно, что это гроб бездоровья и весьма капитально. Если кто-то скажет, как читал у генерал-лейтенанта Крылова, один из основателей военно-морского кораблестроения в России, еще в царской России, потом в советской России, и он написывает, как он приезжал к дяде, которому было там за 80, и он расписывает его день, и там в итоге за день он утром встал, стакан водки, пошел там что-то сделал, делал, стакан водки, проехал по полям, стакан водки, еще там чем-то занялся, закончил обед, стакан водки, вечером стакан водки. я не помню, там было или 5, или 6 стаканов водки за день, но в итоге, как бы, посредине ты читаешь, ты понимаешь, что это не человек сидел и 5 стаканов водки выпил, а человек, он проехал на лошади сколько-то там километров, он пошел, сделал то, он пошел, сделал то, то есть, по ходу дела, все равно, как бы, объем сравнительно большой, но ему это, по крайней мере, 80 лет, это ему не мешало, все равно, но понятно, что некоторым и в 20 лет это уже будет мешать, даже при активном образе, а если это образ жизни пассивный, то, естественно, что это скатывается все к тому, что человек гробит свой организм. Товарищ разливальщик видел это много раз, правда? до какого божества доходят люди, которым он наливает. Было дело? Страшно. Поэтому давайте мы сейчас говорим про спасибо, а не про убийство самого себя, неважно. Поэтому хороший вопрос, если человек нажрался до такой степени, какая у него может быть последняя браха. если она действительно последняя, да. Согласен, все печально, чего ты смеешься, если все так печально. Да, спрашивай. вопрос про хволог, на котором мы говорим быстро и привыкаем. Это технический мясо, который происходит у меня раз в неделю. Ты поел и говоришь «борояне фушет» очень быстро, выходишь в уборную через минуту две, вылетаешь оттуда и автоматически ты понимаешь, что ты говоришь на полпути «борояне фушет», и останавливаешься, чтобы сказать, У меня это происходит раз в неделю, раз в две недели, но в этот момент мысли, ведь ты сказал впустую, но кабанаж не было, чтобы сказать имя Всевышнего впустую. Стоит на это обращать внимание? А что ты можешь делать? Вопрос замечательный, я его немножко перефразирую на другой. Человек иногда на автомате начинает говорить другое благословение. И не важно, это вместо Бурейна Фашота Жель-Яцар или что-то вместо Шиакольта говоришь Бурей-При-Аэц или наоборот. Я сейчас говорю, человек начал на автомате, он хочет сказать благословение, он говорит на автомате неправильно. Здесь у меня есть два момента, которые могут быть. Один момент это, если времени не прошло, я сразу переключаюсь на новую браху. Если я врубился и не торможу по ходу дела. Если я завершил, то поздно. Если я посредине брахи понимаю, что я вставку начал неправильно, то я переключаюсь на правильную. Есть такой момент, если я закончил или если я немножко притормознул, немножко притормознул границу, которую дают мудрецы. Если я тормознул на 3-4 секунды, то в любом случае я должен буду сказать И после этого заново сказать правильное благословение. С Барух. Ничего не заканчивается. Зачем заканчивать, если это пустую было? Я случайно ошибся. Я тем, что я говорю Барух Шем Квод, я подчеркиваю, я это сделал не из-за пренебрежения именем Всевышнего. Я уважаю имя Всевышнего, поэтому я и говорю, вы знаете, что раньше в храме не было ответа Амэн. Как отвечали вместо Амэн в храме? Барух Шем Квод, Малху Тодо, Унам Бэет. Это было то, что говорили в храме вместо Амэна. В храме, сегодня ты не в храме, не ищи, так все дурят, ты не найдешь. Где искать, он знает. Поэтому ты сейчас никакого нарушения уже не сделал тем, что ты это сказал. Если ты просто на автомате начал говорить, и ты понимаешь, что ты вообще не должен говорить Браху. Я скажу, когда это смысленно бывает, когда ты сел, тебе принесли яблоки и груши. И ты искал благословение на яблоко, и тебе сейчас принесли сливу. И ты на автомате начинаешь Баруха Таашем в этом смысле. И ты понимаешь, я уже сказал Браху на Борай Приаэц. Было такое на Шаколь? Не важно. На Шаколь, не важно. И ты понимаешь, если ты сказал только Баруха Таашем, то ты заканчиваешь Ламдейну Хукеха. Это пасук из Дейлим. И получается, что ты сказал не Браху, а просто пасук из Дейлим. Баруха Таашем, Ламдейна Хукеха. Да, но Баруха Таашем, Ламдейна Хукеха. Ламдейни Хукеха. Ламдейни Хукеха. Но вероятно, что ты продолжил 100% дальше, чем Ашем. Если ты продолжил дальше, то тогда Барух Шем Кот Малху Тау. А, конечно. Окей. Окей. То. Можно же сделать быстрый вопрос? Да. Если я, к примеру, слив на балконе, да, и пью, чай. А потом через 5 минут, я не имел в виду, то есть я через 5 минут резко захотел выпить, допустим, сок. А еще через 5 минут воду. Но я не должен каждый раз говорить про куб, при том, что я не имел в виду, что я буду пить и сок и воду. Не надо так говорить. Смотри. С точки зрения благословения, если у меня есть что-то специфическое, и я благословил только на него, то я подразумеваю только это. Если я сейчас пошел и благословил на воду Шеаколь, и после этого через, я еще не сказал последнюю браху, и через 3 минуты я решил попить чай. Я должен заново сказать Шеаколь. Значит, но, если я в гостях, то тогда мне говорят, все, что приносит, ты как будто бы подразумеваешь. То есть такая же история... Если я подразумеваю все фрукты, до каких рука дотянется. Сейчас дотянулось до яблока, потом дотянулось до сливы, значит, я подразумеваю все фрукты. Но если подразумевал именно яблоко, то других фруктов вообще не подразумевал, их не было. То есть все зависит от того, что я имел в виду в голове? От того, что я имел в виду, но если я в гостях, то это зависит не от меня. Поэтому я на автомате подразумеваю все, что в этой брахе. Раз я не по умолчанию? То есть все, что ты, в принципе... Нет. Нет. На то, что ты подразумеваешь. По умолчанию считается, если ты сидишь за столом, И перед тобой лежат и яблоки, и груши. И ты сейчас берешь яблоко. И благословляешь на яблоко, бурай пряец. Не имея в виду грушу. И после этого захотел грушу, то так как она на столе перед твоими глазами, то это по умолчанию. Но если после этого на столе появилось что-то новое, и это твой стол, а не ты в гостях, то в таком случае ты должен благословлять. А не получается брака в кустую, что мы так часто говорим о ее сущном? Я подразумеваю, что то, что у меня есть. Если я этого не подразумевал, значит, я на это не благословил. Смотрите, одно, что если... Если я опять, я вернусь к тому вопросу, выпиваю вопроса, как это, как много выжимаю, выпиваю вопроса, все, я его уже выпил. Не знаю, по хоть минуте. Я хочу хоть попить чай. Мне на него нужно... Даже если я не закрывал, даже если я не благословил, я не пил рыбу, мне на этот чай, но опять будет царточка. Если продолжаешь еще одну кофе, то нет. Чай-кофе одно и то же. Слован вкус, на кофе, но такой же... То есть это один и тот же продукт по качеству, по удовольствию. Яблоко и груша это почти один и тот же продукт. Согласен. Мы же на вкус не поставляем. Не на продукт, а на вкус. Согласен. Спасибо. То. В принципе, когда мы говорим про благословения, благословения у нас почти все... Мы сказали на еду, драбанан, за исключением берката Амазона. Никакого софека. Деурайта или драбана? Это замена Деурайта. А что было в Деурайте? Что заменяем? Не понял. Мы говорим, что мудрецы приравняли это к берката Амазону. Условно. Но это мудрецы. И они сказали, что это тоже насыщает. То есть, Деурайта мы и на Амазону бы не стали договорить? Деурайта мы бы не стали договорить. Хотя у меня есть определенная учеба в 6 главе есть учеба. Как мы это учим из Псукима? Это Асмахта. Асмахта это привязка к Псуким. Это не написано Псуким прямым текстом. И с Псуким мы привязываем, что нужно говорить и до, и после, и так далее. Там есть целый ряд моментов. Хотя в итоге, говорим, это строится не на Псукима, на логике. Очень важно, хоть мы пока что занимаемся введением, очень важно чистота тела и мыслей, когда мы говорим про Хуху. То есть, понятно, что если руки грязные, рот бобитый, еда во рту. и тому подобные вещи, которые будут явным неуважением, понятно, что нельзя. Цена? Да. Думать я тоже должен, естественно, о брахе, а не о чем-то третьем на автомате. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. А что я там говорил? Да, интересно. А в каком я благословении был? Надо будет в следующий раз внимательнее быть. Нужно быть внимательнее. И, естественно, когда мы говорим про благословение, то важно сказать их вслух, чтобы можно было их услышать и ответить «Амэн». тот, кто не делает этого, ворует. Амэн. И он не хочет, чтобы было больше присутствия Всевышнего, потому что и тот, кто не говорит «Амэн», и тот, кто говорит «Браху» так, чтобы ее не услышали. «Амэн». Насколько громко? Насколько громко обычный голос, который не мешает тому, кто находится рядом с тобой, услышать. Не нужно говорить громко, чтобы тот, кто стоял в 30 метрах от тебя мог ответить. Тот, кто стоит в 3 метрах или в 2 метрах от тебя, он услышал, ответил. Громко не имеется в виду кричать. Совершенно нет. А если в интервью идет урок, я не хочу прорывать на пульс. Если в это время уйдет урок, если я все равно буду вежлива, если я скажу это громко. Ну, смотри, тут два момента есть по поводу благословения на уроке. Первое, начнем с вопроса «А будет ли вежливо кушать и пить на уроке?» Это первый вопрос. Так пьют же, кушают. Если преподаватель согласен, то с этим нету проблемы. Но для этого по-хорошему нужно спрашивать у преподавателя хотя бы один раз, я не говорю, каждый раз спрашивать. Если ты меня один раз спросил, я тебе сказал «да». Ты мне еще раз спросил, я сказал «да». Понятно, что ты мне не должен каждый раз спрашивать, ты знаешь, что я разрешаю. Значит, или ты знаешь, что, допустим, с точки зрения пить чай, мне это вообще не проблема. Если кто-то начинает щелкать семечки, меня это раздражает. Поэтому с этим я, как правило, не согласен за очень редкими исключениями, когда мы делаем какой-то благодарственный проход в честь какого-то события и при этом мы говорим «Деврей Тура», тогда мне не мешает, что кто-то жует или даже щелкает семечками. Но на уроке извини. К чему я это говорю? Если человеку не мешает, что человек преподавателю не мешает, что человек пьет, ему не помешает, что человек благословит. Кроме того, я не говорю, что ты должен благословить так, чтобы заглушить меня. Это еще постараться надо, но я этого не говорил. Скажи так, чтобы те, кто рядом с тобой, могли ответить. Это премьер-мед урок, вы повествуете, что-то рассказываете, сейчас все начнут ему ответить. Согласен. Согласен. Поэтому очень многие преподаватели категорически против этого. И вы должны это учитывать. Мне там все различили. Я не знаю насчет всех. Как пить там точно. И при этом прерывать гром, зачем громко говорить. Еще раз, что значит громко говорить? В слух сказал, Шархольня, бедорог. В слух сказал, ты говоришь так, Шархольня, бедорог. И все амэр. Амэр. И ничего страшного не произошло. Ничего страшного не произошло. Смотрите, Раф Трушин когда пьет чай, он специально пьет чай перед началом уроков, чтобы все сказали, амэр продолжает урок. Это некий правильный подход к уроку. Беседа. Согласен, что правильный подход к уроку. И с точки зрения ученика будет, что он скажет до того, как начнется урок, амэр. А не во время урока. Мы сейчас говорим, если он уже пошел против правил, по большому счету, да, это будет вызывать определенные неудобства. Я же не спорю. Но сказать, что из-за того, что он не отвлекает, не пей. Другой вопрос. Ты хочешь не отвлекать, выйди на секунду, скажи брахуна в воду, вернись и пей. Тоже вариант? У тебя есть вариант? Это не то, что я тебя лишаю каких-то вариантов. если ты стесняешься, что это помешает преподавателю, то реши этот вопрос. Я не говорю, что ты сейчас обязан говорить во время урока. Нет обязанности во время урока говорить брахуна. Это не хороший вариант. Это не хороший вариант. Скажем так. Это скажем так. иногда из плохого и худшего выбирает плохое. Но это плохой вариант. По определению нет такого варианта нормального. Все. Благословение за другого сказать. Если это благословение заповеди, к примеру, кедуш, к примеру, адвокат народ, к примеру, какой у нас еще пример может быть? Что значит заповедь? Что значит заповедь? Авдалла. Что значит благословение? Заповедь? В охране тоже иногда. Беркат Амазон общий. Приглашение Зимуна имел ввиду. Не сам Беркат Амазон. Меньше ложь иногда. Меньше ложь иногда. Достаточно принято по поводу благословений на еду, которые не заповедь. То есть не Борой Преагафин Который Кедуш. Не принято маленькие благословения делать за других. Если это не заповедь. Человек начинает эмоции, общая трапеза и так далее. Так как это связано с заповедью. ведущий говорит эмоции и подразумевает всех. Тем более, что это упирается в том, что он делает заповедь на двойной хлеб. У каждого обычно двойного хлеба нет. И так далее. Но если у каждого булочки или халы, как сейчас делать? Нет булочки у каждого? То есть если вы допустим приходите иногда бывает что на шаббат когда мы едем куда-то на шаббат мы ехали в хевроны то у каждого лежит булочка пошел ты помыл ты спокойно взял две булочки свою и соседа сказал богословение соседа отложил булочку и кушаешь свою булочку без малейшей проблемы это решается но когда мы говорим что у тебя не будет выполнения правильного эмоции из-за того что заповедь требует двух хал то в таком случае кто-то делает и тебя выводит но простые броход шаколь бурэп приаэц бурэп приадама бурэныфашот ашер яцар не принято выводить снова таки могут быть крайние ситуации когда человек вообще не знает вообще и при этом он хочет чтобы ты сказал и подразумевал его сэдер снова таки это из плохого и худшего но в таком случае можно будет это сделать он не умеет но он хочет чтобы ему это засчиталось тогда можно сказать ответе шаме но в обычной ситуации так делать нельзя и по поводу беркат амазона как правило тоже с этим не дружат хотя бывал я на случаях когда человек темно и часть людей знает беркат амазон наизусть часть не знает и кто-то говорит беркат амазон наизусть целиком остальные отвечают ему амэн потому что они не знают у них темнота электричество погасло во всем районе значит ночь шабата кто-то благословил слух и подразумевал ему отвечали амэн и тем самым выполнили заповедь беркат амазон да на заповеди мы сказали на заповеди это очень принято что человек говорит кедуш говорит о моции говорит о вдолу и все отвечают амэн и выполнили заповедь или к примеру трубление в шофар выполнили такой заповедь слушали кто сказал браху кто-то из вас говорил браху тот кто пел тот кто трубил вы какую мигилу читали в суккот на шаббат благословили на него вы благословили на него да ответили амэн да заповедь то есть есть целый ряд случаев где мы делаем подобным образом из-за того что это заповедь тот один ведущий говорит и мы отвечаем амэн и тем самым выполняем тем что мы сказали амэн за ведущим нам засчитывается что мы выполнили эту заповедь все на этом мы закруглимся субтитры